Вы пока транспортом занимаетесь, мы занимаемся приготовлением здоровой и вкусной пищи. У нас здесь тилапия, да? Да. И шпинат. И шпинат, да, заморачиваемся. Рыба наша почти готова. Можно выкладывать уже или... Сейчас мы... Сначала подушку, я так понимаю. Да, сначала что-то подушку. Добавляем сливки. Добавляем сливки в шпинат. Процент жирности он имеет... Ну, я взяла 20-процентные. Даже может быть... Красиво, симпатично уже выглядит. Колер такой получился. И что нам нужно? Ну, мы это помешиваем. То есть мы это все перемешиваем, да? Да, мы это все помешиваем. Благодаря тому, что у нас шпинат уже резанный, да, у нас вот сейчас очень быстро все. И как вы видите сами, что рецепт очень быстрый. Ну, это такой вот рецепт для обеда или ужина. А вообще вот вы, как деловой человек, представитель бизнеса, завтракаете как? У вас есть время позавтракать, ну, не знаю, там, по правилам с кашей, там, диетом или что? Или на скорую руку перекус. Как это происходит? Ну, я вот завариваю кашу дома. В кружке. Ну, или заезжаю в одно из наших кафе. То есть вы за здоровый образ жизни поддерживаете, чтобы завтракать? Все-таки одна из важных приемов пищи. Да. Шпинат у нас готов. Его не передержать. А как понять, что не передержать? Ну, потому что вот цвет он не должен потерять, сливочки должны только впитаться, да? То есть здесь разница как раз вот в колоритике, ну, в колоритике, да? Да, колорит должен появиться. Да. Ну, и, соответственно, ну, он растаял и уже... И, в принципе, все готово. Можно быть, я начинаю литом. Готово. И рыба наша тоже готова. И мы берем рыбу. А вот, мы тоже на спорте. Наверное. Все, выключаем. Все. Вот так вот ложим. Можно я приму пробу? Да, пожалуйста. Итак, пилапия у нас со шпинатом. Начну с рыбки. У вас самое сложное, если блюдо с рыбой, я имею в виду, из дальневосточных, какое можно назвать? Которое по приготовлению, по необычности? Вы знаете, я много чего умею готовить, поэтому вот в последнее время часто готовлю для друзей уху по-фински. Это как? В чем отличие тогда? А это уха со сливками готовится. Невероятно тоже вкусное блюдо и очень интересное. Ну и в принципе сочетание рыбы и сливок тоже оно очень часто используется. Кстати, вот шпинат, не знаю, может быть, первый раз в жизни ем или второй раз. Особо как-то его не пробовал. Это очень полезно, так же, как и брокколи. Ну давай, давай. Вкусовые рецепторы все пусть у тебя открываются и поделишься с нами своими впечатлениями. Садилось получается достаточно. И очень красиво, на самом деле, на тарелке смотрится все. Саша, соус. Может, хватит, расскажи просто. Развлекаюсь рыбой. Рыба потрясающая, конечно. Тилапия тоже нежная. Не была в моем рационе. Я теперь понимаю, что нужно включать сейчас. И вот сочетание шпината в сливках, оно такое мягкое достаточно. И свежая такая, опять же, мягкая рыба. Она все дополняет друг друга. Вот мягко, сочно. Это очень важно, я так понимаю, не передержать, да, на плите. И вкусно, ну и полезно по всем параметрам. Рыба, фосфор, что там еще у нас, шпинат. Никаких временных элементов здесь нет. Да. Ну и мне нравятся очень такие весенние тоже шпинаты. Вот это зелень, вот это все. Это очень красиво и эстетично смотрится на тарелке. Здорово, я обязательно попробую. Скажите, вот про Дальний Восток. Мне прямо вот интересно, насколько эта картинка у меня в голове, как вы знаете, делась вон с пустыни, когда опять ты мне эту икру поставила. Там так же, наверное, с рыбой и с всеми морепродуктами. По-разному. Я выросла в Амурской области. Там, конечно, с красной рыбой и с икрой не так было. Но после окончания института, я Хабаровский институт народного хозяйства закончила. Мы с мужем под распределением уехали на Камчатку. Вот там, конечно, вот икру не мажут на хлеб. Там ее кусают из миски с зеленым луком, ложками. То есть не надо не добавлять ни масла, ничего. Но это в пути, но тогда, когда идет вот прямо. Но все равно надоедает, да, я так подозреваю, что через какое-то время... Я думаю, что не надоедает. Не надоедает? Ну да, мне, наверное, тоже бы не надоело. Спасибо большое.